Место проведения рейда, подъездная дорога к торгово-развлекательному центру «Вегас» было выбрано не случайно. Именно сюда родители часто приезжают со своими детьми. В ходе акции сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в салоне которых находились маленькие пассажиры. У нас мероприятие проводится, детское кресло. Смотри, дети пристегнуты, у вас все в порядке, да? Инспекторы рассказывали водителям о необходимости использования удерживающих устройств, о тяжелых последствиях, которым может привести неправильная перевозка малышей. Ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает самое драгоценное – жизнь ребенка. Посадили ребеночка в это детское кресло, пристегнули, в первую очередь пристегнули его ремешками, и сказали, что вот смотри, ты в своем кресле, а теперь я сажусь в свое кресло и тоже пристегиваюсь. Показывайте ребенку, как вы пристегиваетесь. Отродно, что большинство автолюбителей строго соблюдают правила перевозки детей. И никакая спешка или усталость не позволяет им забыть посадить ребенка в кресло. Это безопасность моих детей, потому что, не дай бог, какая-то ситуация, которая от меня не будет зависеть. Я просто себе никогда не прощу, если что-то произойдет. И мои дети всегда пристегнуты. Их безопасность – это прежде всего. За время рейда был выявлен всего один случай перевозки ребенка без кресла. Водителю выписали штраф в 3000 рублей. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В продолжении темы безопасности дорожного движения. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводятся и другие профилактические рейды. Один из них – тахограф. Специальный прибор с таким названием должен быть установлен в грузовом и пассажирском транспорте. Средство, которое определяет время режима работы отдыха водителя. То есть по нему можно распечатать ленту и можно определить, сколько водитель находится за рулем. То есть непосредственно, сколько он отдыхает, сколько он движется, сколько работает. И если будет установлено нарушение режима труда и отдыха составляется административные протоколы. Штрафы на водителей от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные у нас лица от 15 до 25, юридически от 20 до 50 тысяч.